Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. О самом важном из первых уст. Первый заместитель главы города-курорта Юрий Поляков встретился с общественниками. Двор образцового содержания. В «Анапе» стартовал муниципальный конкурс «Самый уютный дворик». «Анапа» разгромила Славянск. Домашний матч турнира на Кубу губернатора завершился счетом 9-2 в пользу анапских футболистов. Первый заместитель главы города Юрий Поляков провел ряд рабочих встреч с руководителями общественных организаций и председателем территориальной избирательной комиссии «Анапская». Председатель Совета ветеранов, почетный гражданин города Анатолий Максимович Гапонов рассказал о том, что волнует сегодня людей, заслушивших почет и уважение анапчан своей трудовой и боевой биографией. Анатолий Максимович, дорогой, какие вопросы, какие проблемы у Совета ветеранов? Квартирные вопросы. Те же, допустим, вот сейчас одна семья обратилась, решает там проблему. Деду выделили участок земли, но он не успел до конца оформить, умер. Но сейчас там юрист занимается, работает в этом отношении. Поэтому у старшего поколения всегда проблемы есть. И, конечно, куда они в первую очередь обращаются? В Совет ветеранов. Это в основном бытовые и житейские проблемы, с которыми в Совете ветеранов справляются. Где будет не получаться, я, конечно, буду обращаться за помощью. Все, мы готовы. А помочь, я уверен, в том, что Сергей Павлович помогал вам. Помогал, не словно. Это чисто честь каждого человека – оказать помощь Совету ветеранов. Ну, Сергей Павлович всегда говорил так, это то поколение, которое для себя ничего не просит. Вот мы действительно вот так. Ну, ветераны есть просят, хоть и не. Анатолий Максимович, пожалуйста, всегда обращайтесь. Вы знаете, мы всегда готовы. С председателем территориальной избирательной комиссии «Анапская» речь шла о предстоящих выборах, о том, как к ним идет подготовка. 10 сентября выборы в ЗСК. Какую помощь с нашей стороны, со стороны администрации нужно оказать вам? Следующий момент. У нас есть вот познадзор, дали заключение, там кто-то это смотрит, контролирует все, да? Да. С нашей стороны, со стороны администрации есть какие-то непонимания, кто-то вам не подсказывает, не помогает? Нет, со стороны администрации непонимания никакого нет. Всесторонняя поддержка оказывается помощь по подготовке избирательных к участкам, к избирателям, дню голосования, которое состоится… На сколько участков? 70? 75 избирательных участков. К действующим 70 в этом году открылись новых 5 избирательных участков, в силу того, что на 4000 в этом году у нас прибавилось избирателей. Избирателей, да? Да, и границы избирательных участков таким образом были немножечко откорректированы. Избирательные участки были открыты в жилых микрорайонах. Это 12 микрорайон, второй избирательный участок был в шестой школе, открыт в седьмой школе, дополнительный участок избирательный в ПТП и на Таежной 71, там, где у нас микрорайон Алексеевский. Именно в этих районах большое количество людей прибыло на постоянное место жительства. И один участок дополнительный мы открыли в поселке Витязево в третьей школе для голосования жителей Хутора Песчанова. О значимости общественного совета в деятельности власти Юрий Поляков побеседовал с его председателем Александром Смирновым. Такое предложение, как можно ближе сотрудничать, Александр Иванович. Потом в администрации есть масса комиссий, комиссия по ГИБДД, комиссия по торговле. Желательно, конечно, прошу вас, чтобы члены совета принимали участие в этих комиссиях. Потому что зачастую чиновники или работники администрации, они отсюда могут не видеть, что происходит там на земле. Здесь вот у нас 23 члена общественного совета. Здесь все активные, очень активные люди. Мое предложение выйти на вас, чтобы председатели общественного совета, допустим, Станица Гайкадзова или Благовещен, вошли в состав этого, и чтобы они были совместны. Потому что мы сегодня, да, вот эти есть, доводят, как доводится информация, которая сегодня рассматривается на общественном совете, чтобы они принимали участие в этом. И через свой общественный совет уже сельских кругов доводили до своего населения. Информацию, ту работу, которую мы с вами здесь делаем. Чтобы мы ничего не скрываем. Анапчанам доставят единое налоговое уведомление. В настоящий момент в почтовое отделение города-курорт Анапа поступило свыше 37 тысяч единых налоговых уведомлений, которые в ближайшее время доставят адресатам. По договоренности, достигнутой с Почтой России, помощь в доставке уведомлений окажут сотрудники администрации. Все, кто имеет какое-либо имущество, обязаны в срок до 1 декабря оплатить налоги за 2016 год. Благодаря полученным уведомлениям это можно сделать в любом коммерческом банке. Налогоплательщики, у которых ранее был зарегистрирован личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, уведомления в печатном виде получать не будут. Сообщения для них формируются в электронном виде в личном кабинете. Если налоговое уведомление не получено, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или по месту нахождения любого из объектов налогообложения. Налоговая грамотность в Анапе обучают и подростков. Об этом также о том, как планировать свои доходы и расходы, избегая подводных камней на финансовом рынке, юнманопчанам расскажут экономисты. Занятия будут проходить в рамках смены «Лидер», который откроется в детском лагере «Электрон» с 25 по 30 августа. Всего в сменах, которые пройдут в рамках программы «Дети Анапы», примут участие 140 юных жителей муниципалитета в возрасте от 14 до 17 лет. Дозор – смена патриотической направленности. А одной из ключевых тем «Сменный лидер» станет финансовая грамотность. В городском управлении по делам молодежи считают направление актуальным. Важно, чтобы уже сейчас школьники умели грамотно распоряжаться финансами, избегали ненужных трат, учились сберегать, но не попадались при этом в ловушку финансовых пирамид. Кроме того, понимали, как работают кредитные инструменты и осознавали ответственность, которая ложится на заемщика. Сейчас уже работаем над тем, чтобы включить в программу проведения экспертов федерального уровня. Сейчас этот вопрос прорабатывается с экономикой инвестиций, с департаментом, краевым нашим. И надеюсь, что все-таки в итоге мы получим на выходе хороших экспертов, которые смогут в такой игровой доступной форме нашим детям рассказать, что это важно. Владеть вот этими азами экономической грамотности, умения, допустим, распоряжаться своими деньгами. Поначалу это карманные деньги, потом это уже будут какие-то первые заработанные деньги. В Анапе завершается прием заявок на конкурс «Самый уютный дворик». Его участники получат денежные призы, которые смогут направиться на дальнейшее благоустройство. В итоге город-курорт год от года становится зеленее и краше. Такой мини-фильм прислал на конкурс хозяин одного из частных домов в селе Супсех. У него растут редкие для Анапы каштаны с розовыми цветами. Виталий впервые увидел их в Новороссийске. После этого забрал последние шесть деревьев из питомника в Славянске-на-Кубани. Рядом два клена, которые осенью становятся ярко-красными и вместе с каштанами стали местными достопримечательностями. Наша улица называется Цветочная, а зелени было, ну на тот момент, когда я сюда переехал, ну в общем-то маловато. Поэтому я вот решил исправить положение и посадил вот эти прекрасные розовые каштаны к тому, чтобы улица Цветочная, она оправдывала свои наименования. Пускай люди тоже любуются, на самом деле я получаю огромное удовольствие от того, когда они цветут, люди идут мимо, фотографируются, фотографируют мои прекрасные деревья. Вся растительность во дворе, дело рук Виталия, включая цветы в беседке. Полисадник оформлен с таким расчетом, чтобы с ранней весны до октября что-нибудь доцвело. Если появятся призовые деньги, то на них хозяин намерен и дальше облагораживать фасад. В городском управлении организационной работы, где курируют деятельность территориального общественного самоуправления, показывают материалы, присланные на конкурс. Он проводится уже около 10 лет. Владельцы частных подворий получают 25, 20 и 15 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно. Тосы 130, 110 и 100 тысяч рублей. Деньги идут на дальнейшее благоустройство территории. По словам Ольги Поповой, с каждым годом число участников конкурса растет. В этом году прием заявок закончится 10 августа. После этого начнет работать конкурсная комиссия. Итоги подведут на главной сцене курорта во время празднования Дня города. Город будущего. Какой он? Как создать уникальные районы, в которых будут жить и работать люди в сфере медиа, сельского хозяйства, роботостроения или авиации? Над этим думали участники смены «Город мастеров будущего» во Всероссийском детском центре смена. На разработку проектов у ребят было всего три недели. Но, как отмечают организаторы, дети справились блестяще. Участники программы создали 12 макетов. Над каждым работала целая команда. Инженеры, архитекторы, дизайнеры, специалисты в сфере медиа и прототипирования. Каждый округ разделился на пять групп. Каждая группа работала в определенной мастерской. Финал работы – презентация и защита проекта. Мы долго думали над концепцией всего макета, потому что надо было выдать хорошую идею, чтобы на конечной презентации она смотрелась эффектно. Помимо того, что сменовцы освоили новые профессии, они научились правильно взаимодействовать и работать в команде, как на настоящем производстве. Когда каждый человек из отряда занят своим делом и находится на своем месте, работа идет полным ходом. И мне очень повезло с отрядом, потому что каждый человек внес свою лепту в наш проект. Все участники проекта «Город мастеров будущего» получили новые знания и сертификаты профориентационного центра «Парк будущего». Без внимания не остался ни один из 12 проектов. Также награды получили лучшие специалисты в каждой области – архитекторы, дизайнеры, инженеры и журналисты. Футбольный клуб «Анапа» выиграл с крупным счетом у команды «Нивы» из Славянского района в домашнем матче группового турнира Кубка губернатора Краснодарского края. В первом тайме «Форвард» команды города-курорта забил сразу три важных мяча. Анапчане открыли счет в первой десяти минутки, однако гости его сравняли. Этот гол Евгения Муравского можно считать психологически важным, как и следующий в его же исполнении. Ближе к концу первого тайма Муравский оформил хет-трик, сделав счет комфортным для хозяев поля. Вся команда играет хорошо, я просто на острие, все ребята играют на меня, поэтому получается, что я забиваю. Мавропола отдал, Акопян отдал. Вся команда играет слаженно, хорошо играет. Если говорить индивидуально о Жене Муравском, молодец забивает, молодец нас выручает. Я смотрю больше в целом, как действует команда. Всегда есть вопросы, всегда есть нюансы, которые нужно исправлять. По итогам 14 игр анапчане на втором месте в своей группе. Их соперники команда Нива из Славянского района в середине турнирной таблицы. В прошлом сезоне два матча команд закончились в пользу футболистов из города-курорта, но оба с минимальным перевесом в один мяч. В этот раз встреча завершилась со счетом 9-2 в пользу анапчан. Далее перерыв в играх до 24 августа. Конечно, всегда паузы расслабляют, но мы будем все равно готовиться, не будем терять время. Впереди встреча с принципиальным соперником, командой из Темрюкского района, с которой Анапа ведет борьбу за первое место в группе. На курорте сохраняется пожароопасность четвертого класса. Связано это с установившейся жаркой и сухой погодой. Как долго продержатся высокие температуры и когда ожидать спасительной прохлады, мы узнали у главного синоптика края Андрея Бондаря. В целом погода будет сохраняться у нас достаточно жаркой. Температурный фон будет за 30 градусов в целом по краю. Лона 30-35 где-то в этих пределах. Такая погода продержится у нас практически до конца второй декады. В этот период территорию края будет проходить несколько фронтальных разделов с осадками, но, как я сказал, существенно температурный фон у нас не поменяется. А вот вторая половина августа, с учетом того, что возможно уже проникновение достаточно холодных воздушных масс на европейскую территорию и через районы Черного моря на территорию Краснодарского края, При прохождении таких фронтальных разделов обычно они приносят достаточно много влаги, а учитывая то, что будут очень серьезные температурные контрасты, то есть можно ожидать ливни, грозы, начиная где-то с 18-15 числа. Жаркая погода – настоящие испытания для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Медики говорят, с повышением температуры воздуха на 1 градус у гипертоников очищается сердцебиение на 10 ударов в минуту. С сердечно-сосудистой системе приходится работать на пределе. Как сердечникам и гипертоникам пережить августовскую жару без последствий, нам рассказал врач-терапевт городской поликлиники, основатель школы профилактики артериальной гипертензии Андрей Яцковский. Перед тем, как выходить на улицу, обязательно нужно измерить свое артериальное давление, убедиться в том, что давление в норме. Если нет, обязательно принять препарат, который снижает артериальное давление. В такие дни идет большая потеря влаги и может отмечаться сгущение крови, поэтому обязательно питьевой режим нужно соблюдать. Кроме того, нужно стараться поменьше находиться в открытых местах под палящим солнцем, обязательно носить головной убор и обязательно следить за своим самочувствием. Кроме того, людям, находящимся в группе риска, медики советуют избегать лишних физических нагрузок, бывать как можно реже на солнце, дневные часы по возможности проводить в прохладных помещениях. Одежда должна быть легкой, свободной и из натуральных тканей. Однако, если все же гипертонический криз случился, важно знать, как правильно оказать первую помощь. В первую очередь, это создание физического и психологического покоя. Первый осуществляется за счет принятия положения сидя или полулежа. Второй за счет устранения шума и яркого света. Необходимо принять препарат, который с собой пациент всегда должен носить, снижающий артериальное давление при кризах. Если не достигается снижения артериального давления, через 20 минут, то мы вызываем скорую помощь. Если подозрение на инсульт, обязательно пациенту мы должны спросить, как его зовут. Мы проследим за его речью. Также мы попросим его улыбнуться, посмотрим, нет ли асимметрии лица. Попросить поднять обе руки. Если одна будет рука отставать от другой, то, естественно, тоже будет говорить о том, что у пациента имеет место инсульт. Поэтому нужно обязательно дождаться скорой. Узнать больше о гипертонии и способах ее лечения можно, записавшись в школу профилактики артериальной гипертензии. Она работает по будням в городской поликлинике. Также Андрей Яцковский выпустил специальную брошюру в помощь пациентам. В ней собрано все, что нужно знать о болезни и о том, как правильно ее лечить. Кровавую луну сегодня смогут наблюдать анапчане в ночном небе. Редкое астрономическое явление продлится с 20 часов 30 минут до 22 часов 19 минут. Связано это с лунным затмением, во время которого Земля отбрасывает тень на свой спутник, и он приобретает багровый оттенок. А ближе к середине августа с 12 на 13 число ожидается еще один зрелищный подарок из космоса – звездный дождь Персеиды. Это будет самый красивый звездопад в году, согласно прогнозам Международной метеорной организации. В эту ночь на нашу планету будет сыпаться до 100 метеоров в час. Далее более подробная информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» Любительская «Тавровская» 209, Сосиски «Родионовские» экстра 237, Краковская 529, Тавровские мясные лавки в Анапе, Парковая 93А, Крымская 98, Амелькова 28, И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 8 августа в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов, ночью прохладнее – 26 выше нуля. Ветер переменный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.